Привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас часы Casio коллекции DeFiz, модель EFV570D. Коллекция DeFiz характеризуется использованием нержавеющей стали, а также модели идут с водозащитой 10 бар. Вот такая вот застежка, нажимаете на кнопку, все открывается. Часы примерно вот так выглядят на руке, габаритные размеры 53х47,2 и на 12,3 мм. Вес составляет 156 грамм. Из функционала тут есть дата и хронограф. На самом циферблате отображаются минуты хронографа, секунды хронографа и формат времени. В самом низу маркируется Japan Moft, означает, что в этих часах используется японский механизм. Рассмотрим, как запустить хронограф. Нажимаете на правую верхнюю кнопку и наша маленькая стрелка нижнего циферблата начала свое движение. Если вы нажмете еще раз, вы остановите таким же образом секундную стрелку и сбрасываете показания, нажимая на правую нижнюю кнопку. Хронограф будет обнулен. Рассмотрим, как изменить текущую дату. Вытаскиваем ключ в первое положение и вращаем в одном из направлений. В данном случае в этой модели часов по часовой стрелке. Вращаем и наша дата изменяется. Все меняется и все работает. Далее вытаскиваем ключ во второе положение и вращаем стрелки часов либо по часовой, либо против часовой стрелки. Тем самым изменяем значение текущего времени, а также изменяем формат времени. Напомню, что в кварцевых часах можно вращать в любом направлении стрелки и по часовой, и против часовой стрелки. После того, как все выставили, ключ в исходное положение. Браслет в этой модели съемный. Здесь вставка эта меняется. Вы можете поставить как кожаный ремешок, так и каучуковый, соответствующей ширины. Рассмотрим маркировку задней крышки. Сзади маркируется информация о материале. Стелл стил означает полностью нержавеющая сталь. Далее информация о водозащите. Вот РСИС 10 бар. То, что в часах можно купаться, нырять. Далее в модуль часов прямоугольники 5344. Сама модель маркируется. Ну и конечно же сама коллекция. На бирке та же самая информация о модуль и модель часов. Далее вашему вниманию модификации данной модели с различным цветовым исполнением, а также с использованием браслета или ремешка. Рассмотрим, как откалибровать часы, если секундная стрелка сбита. Вытаскиваем ключ в максимальное второе положение и нажимаем на кнопки с правой стороны. Тем самым вращаем нашу маленькую секундную стрелку против часовой стрелки или против часовой стрелки. После манипуляции закрываем наш ключ в исходное положение. Всем спасибо за внимание.